Приветствую вас, и давайте попробуем разобраться в вашей ситуации, ситуация на самом деле довольно неоднозначная. Я бы сказал, ну у вас тут прям страсти и сериал бразильский, судя по тексту, значит, выпишите, замужем двое детей, а парня, которого не видят 4 года, забыть не могу. Ну вот, что у вас получается, да, по факту давайте. По факту получается, что вы, значит, пытались, видимо, забыть своего молодого человека тем, что вышли замуж за другого молодого человека, родили от него несколько детей, я уверен, прекрасных, вот. И вроде бы все у вас хорошо, вроде бы у вас в порядке, да, но вот какое-то постоянное неудовлетворение присутствует, и что с ним делать вы не знаете. Происходит это неудовлетворение потому, или, наверное, даже лучше сказать, из-за того, что отношения с молодым человеком, который у вас был, с которым вы плохо расстались, как вы говорите, да, отношения у вас не были завершены должным образом, правильным образом. И из-за того, что отношения не были завершены должным образом между вами, вот именно по этой причине вы и не можете до сих пор его забыть. То есть отношения у вас уже закончились фактически, ну, фактически закончились, да, то есть что значит фактически? Фактически это значит, что вы уже не общаетесь друг с другом. Фактически это значит, что вы друг с другом вообще не взаимодействуете больше. Фактически это значит, что отношения между вами, отношений между вами уже никаких и нет вообще, да, но для вас они есть. И вот именно потому, что вы, как вы говорите, плохо завершили те отношения, что были у вас с этим молодым человеком, да, вот именно потому, что вы говорите, что плохо завершили эти отношения. Вот именно по этой причине можно говорить о том, что вы до сих пор переживаете за то, что происходит. То есть отношения между вами не были завершены, вы пытались выбить их клином от наших. И вот именно по причине того, что вы попытались выбить их клином, у вас и не получилось его забыть. Другое дело, другой вопрос, который, на мой взгляд, куда более важен, это вопрос, какую цель вы преследовали, когда, например, выходили замуж, допустим. Вот такую цель вы преследовали, зачем вы, вообще-то говоря, выходили замуж, если у вас есть симпатия, если у вас была симпатия к другому мужчине, вот. Зачем и ради чего вы выходили, собственно говоря, замуж? Да, вот этот вопрос, он мне кажется очень важным и значимым, потому что это вот недостаточно осознанность, недостаточно осознанность того, что вы делаете, недостаточно, недостаточно понимания того, чего вы хотите от, ну, возможно, от мужчины, возможно, от себя. Вот, вот это вот непонимание этих моментов, непонимание этих вещей, ага, как раз таки и приводит в итоге к тому, что вам вот так вот тяжело, вы страдаете, вы не знаете, что вам делать, и вы не счастливы. То есть отношения, отношения с тем молодым человеком, с которым вы родились, да, отношения, нужно завершить. Как завершить? Отношения можно завершить только если о них поговорить и показать, собственно говоря, вам, что они уже закончены, что это эмоционально человек отпустить. Для этого, конечно, требуется определенная работа и вопрос в том, хотите ли вы работать в этом направлении, вопрос в том, конечно, готовы ли вы делать что-то для того, чтобы эта ситуация закончилась наконец-таки, чтобы она наконец-таки завершилась и так далее. То есть это, конечно, такой довольно важный момент, на который вам нужно найти ответ, то есть только вам на это нужно найти ответ, только вы способны это сделать. И никто больше этого сделать не может за вас, по крайней мере, как бы сильно нам этого не хотелось, мы за вас эти отношения не завершим. Как бы там что ни было. Поэтому ситуация здесь такова. Ситуация здесь такова, как я вам уже сказал, да, что сперва нужно завершить вот эти вот ваши отношения. Сперва нужно, чтобы вы закончили их. Потом уже будет следующий этап, следующий этап, когда вы поймете для себя, зачем вы, например, со своим мужем. Да, то есть для чего вы своим мужем в отношениях. Вот. То есть это вот будет уже как бы второй этап. Это будет второй этап. И в этом этапе вы будете уже выступать в роли активного начала, то есть начала, которое будет свои отношения выстраивать так, чтобы, ну, вообще, чтобы было хорошо, чтобы было именно то, чего вы вообще хотите, чтобы было то, что вам нужно, чтобы вы имели рядом с собой человека, который вам действительно подходит, который вам действительно нужен и так далее. А вы все равно объективно понимаете, да, что если вы выбираете своего мужчину не по таким вот критериям, то, соответственно, ничего хорошего из этого и не получается. Но, конечно, надо быть, чтобы вы все-таки, все-таки выявили вот эту вот грань, чтобы вы постарались все-таки вот это вот понять, зачем вы выходили замуж за этого человека. Далее. Далее. Вы говорите, расстались плохо с этим вашим молодым человеком, которого вы не видели четыре года, да? Значит, расстались вы плохо с ним. И знать, он меня не хочет, а я места не находил в себе. Смотрите, какая получается интересная, на мой взгляд, ситуация. Значит, если вы, как говорите, не находите себе места, если вы не находите себе места, то, наверное, наверное, что-то произошло. То есть что-то обострило вашу ситуацию с этим человеком, что-то заставило вас чувствовать себя иначе, что-то заставило вас чувствовать себя по-другому, что-то поменяло ваше мнение об этой ситуации, скорее всего, ну, как мне видится, по крайней мере, да? Что-то ее обострило. Потому что, ну, четыре года вы не видели этого человека. Четыре года – это срок достаточно большой, а вот не находясь в себе места – это довольно острое такое ощущение, которое не может долго продолжаться. Просто в силу, опять же, своей интенсивности оно не способно быть долго. Поэтому, соответственно, речь идет о ваших потребностях, речь идет о ваших желаниях, речь идет о выборе, которые вы совершили по той или иной причине. И вот с этим выбором необходимо тоже разбираться. Далее, значит, вы говорите, он не хочет меня знать. Но как он может вас знать? Для чего ему вас знать, если простите, вы уже замужем? Вот противоречия, противоречия у вас есть. Вы выйдете замуж, вы родили двоих детей, и, собственно говоря, хотите, чтобы тот мужчина вас знал. Зачем? Чтобы что? Он вас знал, для чего? А что делать, например, с мужем тогда в этой ситуации? Что делать с детьми, опять же, тогда в этой ситуации? Как быть с ними? Подумайте, пожалуйста, над этим вопросом, это очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, будет рад помочь. Также, если потребуется пояснение к моему ответу, смело обращайтесь. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!